МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Аллея Карла Маркса". Одна из самых монументальных улиц Берлина. Бывшая визитная карточка ГДР. Два километра домов в стиле неоклассицизма и духа социалистической эпохи. С историей бывшего парадного проспекта ГДР нас знакомит гид Маттиас Рау. Итак, мы находимся на первой социалистической улице в Восточной Германии. Власти ГДР хотели продемонстрировать, что рабочий класс занимает самое важное место в социалистическом обществе. И для него делается только самое лучшее. Это так называемые дворцы рабочих, построенные в стиле сталинского ампира. После падения берлинской стены они были полностью отреставрированы. Ширина аллеи 90 метров, а на шире Елисейских полей в Париже. Сегодня по ней проезжают почти 60 тысяч автомобилей в день. Аллея Карла Маркса – одна из крупнейших берлинских магистралей. Нет, это совсем не бульвар, по которому хотелось бы фланировать или вальяжно прогуливаться в свободное время. Монументальные здания не очень располагают к этому. Тут не очень уютно. Ведь здесь такое количество транспорта, да и магазины не те, чтобы берлинцам хотелось оставаться в этом районе надолго. Сейчас в монументальных зданиях аллеи размещаются картинные галереи, издательства и архитектурные бюро. Огромные стеклянные витрины некогда социалистических магазинов используются креативным классом, чтобы быть у всех на виду. Галерея «Вагнер плюс партнер» облюбовала бывший офис ГДР-овской авиакомпании «Интерфлук». Мне еще раньше эта улица казалась очень интересной. Ну и что, что это полупустое здание? Зато оно является памятником архитектуры. В этом есть своя изюминка. А для галереи современного искусства этот немного строгий стиль очень даже подходит. В последние годы в квартирах берлинских Сталинах селится креативная немецкая молодежь. Аллея Карла Маркса раньше называлась «Шталин-аллея» – «Аллея Сталина». Ее строительство в 1952 году сопровождалось беспрецедентной пропагандистской кампанией. Эта аллея строилась в рамках программы по восстановлению Берлина в послевоенные годы. Вот смотрите, это два плаката того времени. Тут написано «Помогите и вы при восстановлении немецкой столицы». В 1953 году руководство ГДР резко повысило трудовую норму при сохранении прежней зарплаты. Началась забастовка. Массовые протесты вылились в народное восстание рабочих 17 июня. Оно было жестко подавлено советской армией. К сожалению, именно это событие в первую очередь ассоциируется с Аллеей Карла Маркса. Именно здесь началось восстание. Именно оно показало, что между тем, что идеология выдавалась за действительность и реальностью, была огромная пропасть. Впрочем, у Аллеи Карла Маркса не только один образ. У этой улицы величественный образ. Она пережиток социалистического строя. Эта улица, по-моему, ужасна. Но, конечно, она должна остаться в качестве символа исторического времени, о котором нельзя забывать. Аллея Карла Маркса вечером. В этом здании в годы ГДР был салон красоты. Сегодня здесь находится бар Бабетта и выставочный зал. Галерист Кай Вагнер хочет, чтобы на Аллее Карла Маркса было больше таких мест. Если бы здесь было больше оригинальных кафе и магазинов, то берлинцы с удовольствием бы коротали здесь свое свободное время. И тогда Аллея смогла бы стать новым прогулочным бульваром. Пока же сюда приезжают только те, кто интересуется культурой, дизайном и искусством. Создается впечатление, что даже 25 лет спустя, после падения Берлинской стены, перемены для Аллеи Карла Маркса еще не закончились. Субтитры создавал DimaTorzok